Летом осенью 2023 года в Тель-Авиве прошла грандиозная выставка, посвященная творчеству Ильи Кабакова. Ну, если быть до конца точным, то Ильи и Эмилии Кабаковых. Ну, роль Эмилии заметно меньше, тем не менее, конечно, мы будем говорить и о ней. Выставка называется «Завтра мы улетаем». Ну, вообще-то это я так решил, что она так называется. Сейчас поймете, почему. Я, как великий знаток английского языка, столкнулся с некоторым затруднением. Вот в чем оно заключается. У входа в первый выставочный зал, а выставка построена по принципу кольца, заходишь, делаешь оборот и выходишь в соседнем зале. Видите, написано «Tomorrow we fly». Ну, как перевести? «Завтра мы летать», «Завтра мы летим». Я думаю, что вы не будете возражать против того, что я перевел это название как «Завтра мы улетаем». Вы поймете потом, если захотите, в конце класса, что этот перевод верный. Кабаков – культовая фигура. И не подумайте только, что я намерен давать обзор его творчества на протяжении 60 лет художественной биографии. Это невозможно. Творческий путь художника, недавно нас покинувшего, к сожалению, чуть-чуть не дожившего до своего 90-летия. Соответственно, он родился в 1933 году. Это было бы совершенно невозможно и не нужно. Наша задача, воспользовавшись выставкой, заполучить ключ к его творчеству, чтобы наслаждаться этим творчеством в полной мере. Илья Кабаков родился в Днепропетровске в 1933 году. Сегодня Днепр. И прожил почти 90 лет. Половину из них, примерно половину, в Советском Союзе. И вот то, что вы сейчас видите, узнаете. Тогдашний город Ленинград. А художнику здесь в аккурат 45 лет. Это экватор его жизни, но не пик его художественной деятельности. И не пик его творчества. Как пел Владимир Семенович Высоцкий, срок жизни увеличился. И, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. Действительно, срок жизни увеличился. Если раньше художник выдыхался к 37 годам, и это было нормально, то Шагал с Пикассо запустили такой характерный тренд, в котором художник становится все старше, 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 а на пик своей творческой активности выходит все позже, позже и позже. Ну, вы помните, для мальчика первые 40 лет самые трудные. Ну, а вот мальчик за работой в одной из своих советских студий, слепленных, что называется, на коленке. Чем прославился Илья Кабаков? Вот давайте разделять понятия. Чем прославился и чем прославился на Западе? Ну, хотя в основном, конечно, слава к нему пришла на Западе. В советское время он подрабатывал тем, что иллюстрировал детскую литературу. Ну, в издательстве Дидгиз много где. Художники всегда перебивались с хлеба на квас. Даже у Довлатова есть такое замечательное двустишье. Я ехала в Дидгиз, я думала, аванс. Но это все для нас с вами имеет второстепенное значение. Первостепенное значение для нас, конечно, имеет совок. Ну, не подумайте, что я намерен крыть СССР. А то, знаете, последнее время раздаются, тут нам подбрасывают, понимаете ли, такие вещи, что, мол, Шадрин ударился в политику. Да ни в какую я политику не ударялся. Давайте мы с вами все-таки четко поймем. Нравственные вопросы не тождественны политическим. Политика – это деятельность органов государственной власти. Художник всегда поднимает нравственную проблему. Исследует нравственную коллизию, если он не натуралист. Только. Вот если он натуралист, ну, тогда да. Почему? Потому что он руководствуется формулой Бальзака. Искусство есть концентрированная натура. Это не про Кабакова. И не про Кабаковых. Вот они, кстати говоря. На экране незадолго до смерти – это уже, так сказать, 45, ну, примерно 45 лет спустя, незадолго до своего 90-летия. А вот что пишут кураторы Тель-Авивского музея. Картины Ильи Кабакова исследуют бесчисленные возможности живописи как концептуального средства. Они охватывают широкий спектр стилей от постимпрессионизма до абстракции и включают в себя тексты, изображения и ридимейды. Ридимейд – это уже готово, уже сделано. Сборка из чего-то. Из чего-то уже готово. В начале 70-х Кабаков начал вводить в свои произведения вымышленных персонажей – альтер-эго или аватары, что давало ему художественную и концептуальную свободу в то время, когда от граждан требовалось следовать диктату советской идеологии. Это все так. И, конечно, ключом, одним из ключей – это у нас такая будет серия замков, висящих на этой стальной двери. Вот ключом к одному из замков является, конечно, эскапизм или то, что называлось внутренняя эмиграция. Но само по себе художественное творчество уже является внутренней эмиграцией. Никуда от этого не денешься. Это в любом случае уход от повседневности, уход от действительности в обитель тайную, трудов и чистых нек, в обитель грез. Или, как сейчас говорят, в иммерсивное пространство. Господи помилуй, столько наплодили всяких терминов, что черт-черт ногу сломит, как говорила моя бабушка, царство ей небесное. Итак, первая уже тематическая наша глава – это «Родом из СССР». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова